И не надо на меня так смотреть. И не вам говорить не о совести. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Субтитры создавал DimaTorzok Череп проломлен. Орудие убийства тут же. Думаю, произошло в свете часов двенадцать четырнадцать назад. Да. Эта гиря, судя по всему, использовалась как пресс для фотографий. Отправьте ее и тело доктору Милтсу. Самохин, тело выносите. Похоже, что-то искали, но нашли или нет, это вопрос. Я одному понять не могу, столько нечетких фотографий, как он этим на жизнь зарабатывал. Дело в том, что его специальность – групповые фотографии с духами умерших родственников. Вот, к примеру, взгляните. Извольте видеть, семейная пара. Вполне четкое изображение, но за их спинами, видите, два размытых силуэта. Духи? Совершенно верно. А вот те же самые духи, но фото сделано при их жизни. Это что ж получается? Голубев просил клиентов приносить прижизненные фотографии родственников, а после этого делал копии и впечатывал нечеткие, но узнаваемые силуэты в фотографии клиента? Именно так. Ради чего? Деньги. Разумеется, ради денег. На обывателя эти фотографии производили колоссальное впечатление. Я знаю, спиритическая фотография в Европе сейчас в моде, но… Совершенно верно. Он и прибыл из Европы. Полгода назад расклеил по всему городу афиши. Я сам, признаться, хотел зайти к нему. Пройти курс обучения? Вроде того. Мне было любопытно, как, как именно он, одурачивая своих клиентов, так сказать, углубиться в его мастерство. Видно, кто-то из одураченных его и посетил. Надеюсь, что дальше предпринимать? Объяснять не нужно? Само собой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, и где же дама? Итак, давайте напишем диктант. Возьмите перо и давайте начнём. Мой дорогой друг, прошло много времени с того момента, как мы встретились. Анна Викторовна, что случилось? Ничего, малыш. Половался. Все из-за вас. Все. Если бы вы сразу согласились. Если бы вы согласились. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не положено. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пропустите. Неположено. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пропусти. Слушаюсь вас по гору. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А что случилось? А вы, собственно, кто? Я здесь живу. Сегодня ночью господина Голубева убили ударом гири по голове. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы к кем ему приходитесь? К кем вы ему приходитесь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я жена. Гражданская. Вы не венчаны были. Я сожалею. А вы сами где были этой ночью? В гостинице. Мы поссорились вчера. По какой причине? Из-за чего произошла ссора? Он сказал, что хочет позвать другую вместо меня. Сказал, что она справится лучше. В каком смысле? Мы занимались фотографиями с духами. Если вы ещё не поняли. Я вызывала духов, а Миша их фотографировал. То есть, вызывали духов? Хотите сказать, что вы медиум? Да. А вчера он заявил мне, что хочет позвать медиума с именем. Чтобы о деле поговорить. Это после всего того, что я для него сделала. Понимаете? Ведь это и я надоумела его фотографировать духов. И дело пошло. Неужели? И этот медиум с именем, он что, согласился? Нет, конечно. Отказала она ему сразу. Но он как-то уговорил её прийти для разговора. Так она пришла? Я не знаю. Я ушла и ночевала в гостинице. Позвольте мне уйти. Конечно. Вам нужно успокоиться. А как имя этого известного медиума? Анна Миронова. Странно было бы услышать что-то иное. Антон Андреич, делом займитесь. Ищите на снимках что-то необычное и непонятное. Антон Андреич. Антон Андреич. Как успехи? Дело ясное. Этот фотограф был убит ударом по голове гирей. Место преступления осмотрели, а тело отправили доктору Мурсу. Какое ворожство. Да. А что, он действительно духов фотографировал? Ну, что вы? Ну, обман чистой воды. Ну, а как же публика верила? Публика всегда верит. Верит вопреки очевидности. Может быть, нам к Ане Викторовне обратиться? Вы что, шутите? Нет, ну, она у нас специалист по духам. Да помните. Это фокус фотографической техники. Ну, ладно, справимся своими силами. Тут вот еще что, заявление поступило. О пропаже помещица Спиридоновой двадцати пяти лет. Уехала вчера верхом на прогулку и не вернулась. Я уже послал команду прошерстить лес, а вы поезжайте в поместье. И я? Да мне бы с фотографом разобраться. Яков Платоныч, если бы я был начальником небесной канцелярии, я бы распорядился, чтобы все происшествия в Затонске совершались после раскрытия нами предыдущих. А пока что я всего лишь навсего начальник губернской полиции. Так что поезжайте, голубчик. Там дети остались. Дети? Сколько лет? Семнадцать. Брат и сестра. Поговорите с ними. А матери двадцать пять? Мачеха. Поговорю. Антон Андреевич. Анна Викторовна. Голубев умер? Убит. Ночью. Я надеюсь, вы не приходили вчера сюда. Приходила. Около девяти. А через сколько вы ушли? Минут через двадцать. Я ведь, я из любопытства приходила. Я хотела увидеть эти его фотографии. Поняла, что это надувательство и… Угу. Так это вы и есть? Та самая Анна Миронова? Да. Я Анна Миронова. А вы? Я ведь ничего особенного у вас нет. Зачем вы только берете, непонятно. Простите, я вас не знаю. Ничего еще узнаете. Ну, когда я уходила, около девяти, разумеется, он был жив-здоров и… А вот сейчас мы это проверим, так ли это на самом деле. Дух Михаила Голубева явись. Дух Михаила Голубева явись. Дух Михаила Голубева явись. Он здесь. Он пришел. Вы знаете, он действительно здесь. Ну, не потому, что вы его вызвали, а просто Дух, он… Он после смерти некоторое время остается на месте гибели. Вы, кстати, можете с ним поговорить. А я не буду вам мешать. Антон Андреевич, ну, мы с вами поговорим еще. Непременно. Угу. 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 Ну, нет. Нет больше человека. Ну, ничего не поделаешь. Да черт с ним. Прости, Господи. Никогда я его не любила. Я не о нем. Я о себе плачу. Что мне теперь делать? Куда податься? Я… Антон Андреевич, я открою вам тайну. Я никакой не медиум. У меня на самом деле нет никаких способностей. Вы… Вы не огорчайтесь, главное так. Это ни для кого не тайна. В конечном счете, какое это имеет значение? Яков Платоныч, к примеру, и вовсе не верит в духов. Угу. Что вы за мной все ходите? Если вы не хотите отвечать на мои вопросы, то бродить за мной вы можете сколько вам стоит. Вы… Вы во всем виноваты. Ваши высокомерия. Скажите лучше, кто вас убил? Какая разница? Вы виноваты. Главное – никто. А за что? Стой. Стой. Стой! Ух… Добрый день! А потом Париж. 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 Остановимся в лучшей гостинице. На Лонмарте. Конечно. Говорят, как будут художники и поэры. И много маленьких кафе. Да-да-да, мы будем гулять, пить кофе и шампанское. Я буду писать картины на Лонмарте. Как он настоящий художник. И Иван будет с нами. Прошу прощения, я стучал. Что вам угодно? Я следователь Штольман. Штольман Яков Платоныч. Вы из полиции? Так точно. А вы? Константин Спиридонов. Моя сестра Виктория Спиридонова. Понятно. Вы сегодня сделали заявление в полицию о пропаже госпожи Спиридоновой. А, да. Мы… Прошу садиться. Благодарю. Так что случилось? Наша мачеха пропала. Елена Константиновна Спиридонова. Вчера уехала верхом на прогулку, а не вернулась. А почему же заявили только сегодня? Мы думали, она по обыкновению поехала к кому-нибудь из соседей. И осталась на ночь. Такое уже случалось. Просто с утра Алмаз вернулся один, жеребец, и мы решили пойти в полицию. Верно решили. В доме, кроме вас, кто-нибудь есть? Нет. Конюха, горничная, они приходящие. Со вчерашнего утра их не было. Мы посуду не убираем. Горничная придет. А ваши родители? Матушка умерла давно, а батюшка женился на Леоне Константиновне, но год назад тоже умер. Сочувствую. Так что ж получается, Елена Константиновна теперь ваш опекун? Совершенно верно. Вы не переживайте. Раньше времени мы уже ее разыскиваем в городе, в окрестностях, в соседних поместьях. Может, действительно задержалась где? Найдем и окажем помощь. Невольно услышал ваш разговор. В путешествие собираетесь? Пустяки. Это просто фантазия. Уверен, ваши картины понравятся на Монмарте. Каждый художник мечтает о Париже. А кто такой Иван? Какой Иван? Ну, вы же его с собой хотели в Париж брать. А, это мой приятель из гимназии. Кунгоров. Мы друзья. Понятно. Прошу прощения. Прошу прощения. Прошу прощения. Мы нашли во враге мертвую. В управление лежали. Слушай, солдатый городик. Пошел. Какие-то новости? Если что-то новое обнаружим, сразу сообщу. Благодарим вас. Всего хорошего. Здоровье. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА День добрый, доктор. Здравствуйте, Ахутонович. Ну что? Ну, мне лично все очевидно. У нее сломана шея. Вот, посмотрите, глубокая рана на голове. Кровь уже запеклась. По всей видимости, она упала с лошади где-то вот там. Да, картина ясна. Следы падения по всему склону. Упала с лошади и скатилась в овраг. Так вот, только одна странность. Рана ведь на голове серьезная? Ну, вы же сами видите. Глубокая, проникающая. Значит, она должна была удариться, крепко удариться обо что-то. Ну, так это вполне очевидно. Там же и камни, и корни деревьев. Да странность в том, что открытая рана должна кровоточить. А на пути падения тела, следов крови нет. Да и здесь крови нет. То есть, вы хотите сказать, что она была уже мертва? Ее где-то убили в другом месте, а сюда привезли и бросили во враг. Значит, возможно, шея была сломлена после падения уже мертвого тела. Скажите, доктор, а возможно определить разницу во времени между пробитым черепом и сломанной шеей? Теоретически это возможно, но для этого разница должна быть очень большая. Попробуйте. Отправляйте тело. Забирайтесь. Забирайтесь. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ни больше, ни меньше. Треть Затонска у вас побывала, судя по карточкам. Я не хуже фотографирую. А что вы там пытаетесь найти? Вы знаете, застрял, будто между молотом и наковальней. Получил задание найти что-нибудь странное. Но на всех этих фотографиях духи. И вот как по-вашему, странно это или же нет? Обман, все эти духи. Он брал у клиентов фотографии их умерших родственников. Да это я уже понял. Может чаю хотите? Не скажу, нет. Я сейчас приберусь и поставлю. Да. Постойте. А куда вы? Я же предупреждал. Ни в коем случае ничего не выбрасывайте. Так они же не получившиеся. Ну, несмотря на это, прошу вас оставить. Все же я должен их исследовать, изучить. Я поставлю чарю. Да. Господин Штульман, что-нибудь известно? Должен сообщить вам печальное известие. Ваша мачеха Елена Константиновна погибла. Не может быть. Как? Предположительно, упала с лошади. А вы вспомните, в котором часу она уехала вчера на прогулку? В двенадцать, как обычно. Точно заметили время? Да, просто мы ждали фотографа на двенадцать, поэтому я запомнил. Фотографа? Мы заказали на дом фотографа Голубева. Господина Голубева, фотографирующего духов умерших? Да, я понимаю, это сомнительно, но многие отзываются с похвалой, и мы решили попробовать сфотографироваться с родителями. Зачем? Просто так. Вы знаете, что господин Голубев был убит сегодня ночью? Нет. У вашей мачехи были недоброжелатели? Насколько мне известно, нет. А почему вы спрашиваете? Предположительно, она тоже была убита. Убита? Да. Я должен осмотреть ее комнату. Извольте. А вы ее видели? Кого? Елену. Разумеется. И как она? В смысле? Сильно пострадала? Она упала с лошади в овраг. Где ваша сестра? На планере. Она живописи занимается. Мясников. Кто такой? Мясников. Всеволод Мясников. Это приятель Елены. Сэн заводчика Мясникова. Любовник ее, что ли? Ну, да. Они и тут поссорились на днях. Кричали друг на друга. Что кричали? Не прислушивался. Письма я изымаю. Где, говорите, можно найти вашу сестру? У пруда. Это вниз по тропинке. Я вас провожу. Да нет, спасибо. Я сам найду. Я к вам с недоброй вестью, Виктория. Елена Константиновна умерла. Упала с лошади? По всей видимости, так. Но обстоятельства мы выясним. Я почувствовала это еще, когда городовой приехал. Умерла посторонняя женщина, которую отец привел в наш дом. Конечно, это печально. Ненавидели ее? Нет. Таких сильных чувств это особо не заслуживало. Есть подозрение, что ее убили. Убили? Кому это нужно? Вопрос правильный. На самом деле, кому это нужно? Это ее любовник. Мясняков. Они пару дней назад так ругались, и он, кажется, кричал, что убьет ее. Причина? Она объявила, что бросает его. Они очень громко кричали, я все слышала. А кто же станет теперь вашему атакуну? Дядя. Дмитрий Спиридонов. Не буду вас задерживать. Вашему дяде нужно поскорее приехать сюда, к вам. Брат уже послал за ним. Вот как? Вы тоже что-то ищите? Да. Ничего, я не ищу. Хочу посмотреть, что там. Мишки-то теперь нет. Надо с его наследством разбираться. Вот. А ключ потерян? Позвольте я? Если можно. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Достаточно, значит, устройство. Ничего. Мишка. Курголь-Крашовый. А вы на что надеялись? На что надеялась? На жизнь надеялась. Фотографа этого уму-разуму учила. Угу. Он мне нож в спину. Миронова в подельнике захотел. Так вы за это его гелькой? Да бог с вами. Мишку иногда прибить хотелось, но не убивала я его. Ну, в гостинице я была с десяти вечера до десяти утра. Меня там все видели. Я вам беру. Ну, что ж. А ты надреть. Дмитрий Петрович. Может быть, вы со мной подольше посидите? Мне с вами так спокойно. Я… Вы еще и завтра приходите. Да? Завтра много работы. Угу. Ну, вот. Возьмите. Возьмите. Ана Викторовна. Здесь добрая. Добрая. Садитесь, подвезу. Спасибо. Недалеко. Сама добрая. Подойду. Видимо, к князю? Видимо, к Элису. Я… Я вот что хотел вас спросить. Вы что думаете об этом фотографии Голубеве? Жулик. И сейчас жуничек. Представляете, меня обвиняют. А… В тот вечер, когда вы были у него, он не говорил, что ждет кого-то? Очень коротко мы с ним побеседовали. Я пришла, увидела эти его фотографии с духами. Тут же поняла, что это обман. И он сказал, что не хочу с ним работать. Вот. А когда уходили рядом с домом, вы… вы никого не заметили? Нет. Уже было пусто на улице. Как вы, Анна Викторовна? Как я что? Как вы? А как я? Как обычно. Как Элис? Хорошо. Я у князя. Я… не видел вас давно. И что? Элис. Элис. К тебе, Анна Викторовна. Как много у тебя солдатиков? Их сиятельство приказали доставить. Из Петербурга выписали. Заботятся. Угу. Я буду поблизости. Так. И что это за сражение? А у меня никогда не было солдатиков. Да и в куклы я особо не играла. Можно посмотреть? А где тот первый солдатик? Ты не потеряла его? Этот, да? Нет, конечно, он твой. Я… я не претендую на него и не хочу забирать. Тебе, наверно, его отец подарил. Ты знаешь, мне вдруг в голову пришла идея. А что, если нам вызвать дух твоего отца, полковника Лоуренца? Нет, нет. Если ты не хочешь, я, я, конечно, не стану это делать. Хотя, что в этом плохого? О нас слушать не надо говорить. О нас слушать. Хорошо. Хорошо. Но, в целом, ты не против? Ты хочешь, чтобы я это сделала? Да. У вас все в порядке? Да. Элис просто разволновалась немного во время игры. Ну, наконец-то. А что случилось? Она хочет вызвать Лоуренца. Кто? Куда вызвать? Ну, господи. Мадемуазель Миронова. Ну, кто же еще? Ей взбрело в голову поговорить с Лоуренцом. Откуда вы узнали? Она поделилась этой идеей с Элис, а служанка подслушала. Да, они сдружились. Чего не скажешь о вас. А я бы хотел, чтобы вы сблизились с Анной. У вас была, кстати, прекрасная возможность, но вы ей не воспользовались. Вы имеете в виду наши прогулки по лесу? Штольман, она меня не простит. Что вы намереваетесь делать? Я не знаю. Я же не могу ей запретить вызывать духов. Интересно, а почему нам раньше не пришла в голову эта мысль, что она может вызвать Лоуренца? А вот эта, кстати, можжевель. Осторожно, осторожно, здесь еще крапива. Она очень больно жжется. Смотри, Элис, а видишь, там такие красивые цветы? Ну, иди сюда, посмотри. Это Вероника колосистая. Попробуй. А что? А что ты говоришь с ней? Что? И все-таки вы верите в то, что Анна может общаться с мертвыми в прямом смысле этого слова? Даже если и так, то она вряд ли сможет вытянуть что-нибудь из Лоуренсу. А если вытянет, то не поймет. А я бы держала Анну подальше от Элис. Нет. Анна нужна мне здесь. Поближе ко мне. А где Коробейников? Ушел с полчаса назад. Скажите, вы ведь были на съемке в доме Спиридоновых? Да, вчера. В котором часу? Нас вызвали к 12, и мы пришли вовремя. Хозяйка дома была? Не знаю. Мы фотографировали молодых Спиридоновых и их умерших родителей. Ну, да. А снимки? Снимки остались? Михаил проявил и отпечатывал сразу, как мы вернулись от Спиридоновых. Спиридоновы молоды, образованы. Как же они поверили в эти ваши фотографии? Фотография не больше обман, чем спиритическое дознание госпожи Мироновой. Голубев снимал молодых Спиридоновых. И их мачеха была убита. Позднее сам Голубев тоже был убит. Но мне кажется, что эта загадка, настоящая загадка. Я вам больше скажу, это какая-то тайна. Я был в гостинице. Глафира действительно провела там ночь. Она пришла в 9 вечера и ушла в 10 утра. Это кто вам сказал портье? А вы не думаете, что в гостинице есть черный ход, который никто не контролирует? Зачем Глафире было убивать Голубева? У них было совместное дело. Они вместе жили. Душа в душу. Я думаю, что это беспочвенно. Но что-то случилось. И я чувствую, что молодые Спиридоновы к этому причастны. Вот письма Мясникова к Спиридоновой. Упреки, угрозы. У них был бурный роман. Вот вам ниточка. Надо вызвать его к нам на беседу. Вот так что. Да. Банк, у вас только беру. Дмитрий Спиридонов. Дядя Викторий и Константин. Очень хорошо. Я как раз к вам собирался. Я требую объяснений. По какому праву вы допрашивали моих несовершеннолетних племянников? Насколько я знаю, вы не являетесь их опекуном. Достаточно того, что я их дядя. Особое обстоятельство произошло убийство. Убийство? Да. Как убийство? Мне сказали, она упала с лошади. Ну, некоторые улики указывают нам на насильственный характер смерти. Я так и думал. Почему? Рано или поздно кто-то должен был это сделать. Дрянь, она редкостная. Я всегда говорил об этом брату. Вы знаете некоего Мясникова? Это ее любовник. Откуда вам это известно? Это известно половине города. А я узнал от племянников. Ну, и что можете о нем сказать? Ничего. С какой стати я должен о нем говорить? Ну, кажется, их отношения в последнее время разладились. Понятия не имею. Я никогда не интересовался их отношениями. Ну, а сами, сами вы где были вчера? Да. С полудня до двух часов дня. Я был на охоте. Кто может подтвердить? Только моя собака. Шутить изволите. Оставьте моих племянников в покое. Или будете иметь дело со мной. Господин Спиридон. Господин Спиридон. Господин Спиридон. До свидания. Будьте здоровы. Господин Спиридон. Какой вкус? Я одного не понимаю. Он всегда такой или это баравада после психологического потрясения? Думаете, то он убил? Или он что-то знает. Я отряхну его завтра хорошенько. А вы доставьте мне любовника Спиридоновой. А у Мясникова? Отдыхайте. На сегодня закончим. Благодарю. Да-да. Уважаемая Глафира, прошу простить, что потревожила. Здравствуйте, Антон Андреевич. Хорошо, как вы зашли. Правда? Да. Я просто проверить, как вы тут. Премного благодарна. Вот порядок навожу. Да, да. Вижу. Трудитесь, не покладая рук. Труд заставляет забыть о заботах и сам по себе является наслаждением. Или вы клад ищите? От вас ничего не скроешь. Деньги ищу. Да, Антон Андреевич, я честна перед вами. Может, подсобите? Вы же мастер обысков. Ой, шутить извольте. Да какие шутки. Голубев припрятал все наши сбережения. Здесь? Да. И я осталась ни с чем. Как мне теперь жить? Глафира. Анна Викторовна. Анна Викторовна. Антон Андреевич. Простите за столь неожиданные визиты и за то, что отнимаю драгоценное время в вашей жизни, но у меня к вам просьба, которая не терпит отлагательств. Конечно, Антон Андреевич. Вы знаете, одной особе нужна ваша помощь. Вы ведь многим помогаете, а… Да, она вела себя с вами дерзко. Но с другой стороны, ее тоже можно понять. Она пережила слишком много потрясений в последнее время. О ком? Об этой? Да, о Глафире. Она сейчас в очень сложном положении. Антон Андреевич, вы хлопочете о ней? Да. Умоляю вас, переговорите с духом фотографа. Ну, пусть сама переговорит. Она же медиум? О, я понимаю, голубушка, как это было глупо с ее стороны. Она ведь действительно никакой не медиум. Всего лишь была вынуждена зарабатывать на жизнь этим дурным и, конечно же, неблагородным способом. Но это в прошлом, уверяю вас. Антон Андреевич. Ну, хорошо. Но только ради вас. Садитесь. Спасибо. Ну, что ей нужно? Этот самый Голубев в какой-то момент стал скрывать от нее доход. И позднее припрятал некоторую сумму. Вот вы не могли бы у него выспросить, где именно он ее припрятал? Теперь-то деньги ему ни к чему. Что? Спросить, где деньги? Антон Андреевич, дорогой вы мой, по-моему, вам не стоит иметь дело с этой женщиной. Нет, это, конечно, не мое дело, но она… Я понимаю, понимаю вас и во многом с вами согласен. Просьба эта, мало сказать, неделикатная. Она дурная. Но все же, ей просто больше некому помочь. Нет. Я не буду ничего для нее делать. И вам, кстати, тоже не советую. Напрасно я пришел. Ради Бога, простите. Я, пожалуй, пойду. Да. До свидания. Всего доброго. До свидания. Опять вы? Что вы все время ходите ко мне? Скажите уже, кто вас убил? ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!